А мы продолжаем самое доброе утро. Илья, ты знаешь, что есть правила, соблюдая которым можно стать добрее? Ты на что сейчас намекаешь? У тебя день рождения был, я тебе цветы подарил. Ну Илья, я сейчас не про это, а вообще. Кстати, психологи уверены, если выработать привычку, не критиковать, всегда стараться понять ближнего и делать комплименты, то станете добрыми. Я вот готов с этим поспорить. Ну а как понимает доброту ярославцы, наша съемочная группа выяснила, прогулявшись по улицам города. Вы в последнее время совершали какие-то добрые поступки? Мы стараемся всегда совершать. Да, конечно, быть добрыми сердцем и милосердными обязательно, ну как сейчас без этого? Ну а конкретные примеры, можете какие-то привести? Ну мы, например, постоянно даем вот все, что у нас есть в карманах, вот людям, которые просят. Вчера я помогала заниматься с ремонтом, если это считается. Ну да, мне делали добро. Я участвовал волонтером в студвесне ЕРГУ. И мне очень понравилось. И я тоже люблю делать людям добро, поэтому я принял для себя важное решение. И с этого момента я буду волонтерить на Демидовский университет ЕРГУ от исторического факультета. Сейчас стараюсь на учебные занятия, где буду получать знания о будущем стараться для всего города Ярославля. Без добрых дел не бывает. Жизнь такая тяжелая, значит надо добрые дела делать, а иначе пропадешь. Когда сделаешь любое доброе дело, я всегда считаю, что это гораздо лучше, чем делать зло. Люди, которые делают доброе дело, они укрепляют свое здоровье. А как тебе нужно поддерживать? Ну на улицах редко поможет быть. Ну а что, тебе нужна помощь на улицах? Какая тебе нужна помощь? А если бы ты упал, тебе неужели бы никто не помог? Ну я падала, мне не особо помогали. Как я думаю, доброты в нашем мире сейчас довольно-таки мало. Вокруг дома, скажи, уборку делали вчера, субботник устраивали. Теперь у нас красиво, тюльпанчики уже ходят. Я не чувствую, что в мире, да и вообще в Ярославле, полноценного вот этого вот добросовестного отношения к животным, да и вообще в целом, люди стали более злые, чувствительные, негативные. А как вы считаете, доброта спасет мир? Так, естественно. Больше чего, ради чего мы живем? Ради доброты, чтобы мир спасти. В зависимости от того, какой ты сам, такой мир вокруг тебя, вокруг меня мир не жесткий.